Песня Благослови нас, Господи, на си занятия и дару нам уразуметь Слово Твое. И быть не только слушателями, но и исполнителями Его. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Белый. Аминь. В Евангелии от Матфея, 16 глава, с 1 стиха, страница 121, толкование Блаженного Кофиланка, 1 том. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба, толкование. Хотя фарисеи и саддукеи разнились друг от друга учением, однако на Христа замышляли заодно. Они просили знамения с неба, например, чтобы остановить солнце или луну, и подумали, что знамения земные совершаются дьявольской силой и вельзевулом. Они знали, глупые, что Моисей в Египте совершил много знамений на земле. «Напротив огонь, сошедший с неба на скот и на детей Иова, было дьявола, из чего видно, что не все, приходящее с неба от Бога, равно и не все, бывающее на земле от бесов». Еще в 90-е годы была книга, может кто-то помнит, «Люди и демоны». Автора, сейчас я так не помню, вроде как священник Родион читали, да? И вот эти все явления бесовские там описаны с точки зрения православия. То есть здесь что-то говорится о том, что Божий Мефилат говорит, что как думали узость взгляда, можно сказать, можно сказать, сектантская узость, что знамения, если небесные, то это от Бога, а земные – это дьявольские, а дьявол что угодно творит. Вчера прочитал статью в газете, что один встретился с девушкой, потом разлучился, и она стала ему являться. Оказалось, что она умерла. Ну, она являться. Как она могла являться, если она умерла? Ясно, что демоническое обольщение. А он там в облаках плавает, он не влюбился. То есть явления самые различные, особенно в последнее время, мы знаем это по священному Писанию. И НЛО, а еще, наверное, мало кто знает, есть неопознанные подводные объекты. С такой скоростью под водой передвигается, что невозможно простым смертным это делать. Ну, то есть демонические явления приобретают разный характер, так сказать. Ну, вот такие мысли у меня. А еще кто-то что добавит? Ну, вот еще, если ни у кого нету. Фарисеи и саддукеи. Чем они разнились? Тут говорит Блаженный Фефилак. А тут заодно слепились одни в одну партию. Можно сравнить тоже нападения на лагерь. Бывает, что разные как бы, а тут они слепляются и устремляются толпой. Но все, Господь как-то рассеивает, развеивает. В чем разница фарисеев, саддукеев? Какое учение у фарисеев было, какое у саддукеев? Ну, одни верили в воскресенье, а другие нет. Одни верующие были, а другие неверующие в этом плане. Саддукеи, они и в душу не верили. Но между тем, руководители, начальники, первосвященники даже из саддукейской партии были. То есть фактически неверующие. Ну, сегодняшний день надо переводить. Если мы это не делаем, то для нас это просто схоластика. Мы запомнили все. Ну, сегодня фарисеев нет, а куда они делись? Фарисеи, как правило, это ревнители. Ревнители, они понимали во внешнем исполнении. Вот это грубое старообрядческое начетничество. Вот они узнали вот это вот, сколько их. Сегодня больше 60 наименований старообрядцев, беспоповцев. Самое главное упустили. Как приложить пальцы, что там по канонам читать. Библия вообще на столе не появляется. Добавки, добавки, там Севестр сказал. Там Спиридоновы туфлю принесли, привезли, поклоняются. Это фарисеи. Ну, а желания добрые с фарисеев были апостолы. А саддуки, это православные, сектанты, они все убавляют. Они признавали только вот, пять книг. Моисеевы, больше ничего. А пророки, да, это неправда. А Давидов, Псалмадамов еще напишут. Бумага все стерпит. Это сектанты. Одиннадцать неэкономических книг отбросили. Не верят в душу. Саддуки и не верили, что есть дух. Адвентисты седьмого дня. АСД. Души нету. Нету души. Дыхание вдохнул, да. А души нету. И какая разница Соломона и Крестьястов, говорит, между животными. Одна и та же участь. Участь умереть. Но не в дальнейшем. И мы должны увидеть, что никуда они не делись. Но сказали бы, не дано третьего. А только вот фарисеем или саддукеем. Кем бы ты хотел быть? Ни одной минуты саддукеем не хотел бы быть. Это дофанов и роды корей. Живем в ад. Единственный случай. А фарисеи, они старались. Вот это тупое, нудное начетничество. Он просчитал это. Вот обязательно так. Только по Лестовке. Тридцать три, там семнадцать бабышек. Он не понимает даже, что это отношение к молитве косвенное. Всего лишь. Нет, это главное. Одна буква или две. Я говорю, не одна и не две. Ты хочешь узнать как? Ну сходи в синагогу один раз, ты не осквернишься. И спроси. Вы Иисуса Навида признаете? Да. Ну скажи Иисус из Назарета. Он скажет. Йошу гоа нации. Ну где тут ты Иисус-то? А почему? У меня на квартире жил Вася Плотников. Это знает его. Я говорю, Вася, переведи. Святая Шушаниха сказала. Он святая написал. А дальше посидел, ручку положил. Я говорю, а почему ты что не пишешь? Она говорит, а там буквы шеи нету. Балфа эти ее нету. А мы-то получили через греков. Никакого Иисуса еврея не знают. Йошуа. Йошуа. А тот Булгаков в Мастере Маргарите и Парямо показывает. Ну что тебе знать-то? Ты к евреям сходи, узнай. Они язык-то сохранили. Они вернули. Еврит. Есть идиш. Там разговорный. А ты единственный случай в мировой практике, чтобы искусственно вернуть язык. Попробуй вернись сейчас на язык Ломоносова. Не получится. Даже в одной семье. Нету этой буквы там. Ну и на защите все. Разницы нету. Я Йошуа не буду молиться. Я не привык. Я с детства знаю, что Иисус. Ну надо маленько. Вот сейчас Осипову предъявили обвинение. Профессор Московской Духовной Академии Алексею Ильичу. Обвинение очень серьезное. Там Люлька какая-то, фамилия. Я даже не знаю, мужчина или женщина. Люлька. Ну и выставили. Богословская комиссия заседала. Они года три, наверное, все эти вопросы решали. Это и признали его виновным под шести пунктом. И сейчас в интернете выставили его ответ. Этот ответ на меня выставили. Но дайте комментарий. Я посмотрел, комментарий нельзя дать. Его там разбить надо на несколько частей. И тогда только отвечать. Настолько глубокий вопрос, что он отвечает. Отвечает много святых отцов. Но он как будто ослепленный. Он не видит, что святые отцы говорят не об этом. А почему, профессор? Вот сказали бы, он ваш оппонент. И отвечайте на все вопросы. Я бы ему задал. Первый вопрос. Вы при советской власти были в академии? Да. Как вы попали туда? Когда в семинаре нельзя было устроиться, пока не будешь сексотом. Как ты мог там быть? Сколько лет ты преподавал? Он говорит, 32. 32 года портил. Вот этими попами, неверами, наполнился рассветом. Твоей совестью, Алексей Ильич. Ты ни одного духовного не видел. Ты не знаешь. Он умом пытается проникнуть. А эти вопросы не решаются. Когда я обратился, я понял, есть грань, за которую глядеть нельзя. Нельзя. Я 53 года верующий и ни разу не посягнул туда смотреть. А почему? Есть тайны, сокрытые до вечности. Лишь же от отца исходящего. А католики говорят, от отца и сына. А как правильно? И то, и другое. Половина святых отцов понимали, как католики. Чего вы молчите-то об этом? Раноапостольный князь Константин. Раноапостольный. Так же ходил, проповедовал. Он язычник был. До самого последнего смертного счастья некрещеный. И вызвал епископа Евсевия и крестил Арианин. Ну дальше это вообще. Чего молчите-то? Чего вы врете на каждом шагу? Сегодня открылось все. Он еретик. Умер еретиком. Но предпочтения отдал внешним превосходствам православным. И было больше. Он политик был замечательный. Ну скажите однажды правду-то, чтобы глаза-то открыть. Зачем вам это нужно? Ширма-то на глазах. Один раз. Выйди и скажи, я вгал, простите. Я вот хочу теперь познать истину. Истину Бог отвечает. А нас разве может Господь сказать, вот человек, в котором нет лукавства. А нас может сказать, вот человек, в котором одно лукавство. Ничего. Трук перед другом, перед еписком, священником. Сказали, все, умерли. Замерли все. Тараканы. Богу это не нужно. Там Дух Святой не действует. Где страх? Страх Господень изгоняет любовь Божию. Ты однажды прочитай в Писании как? Страх приносит мучения. В страхе мучения. Страх это лишение помощи от рассудка. Соломон говорит. Разум не помогает. А он грозит. А он не может вопреки Писанию, вопреки Христа. Пиопан Затворник говорит. Священник говорит. Я утверждаю. Я благословляю. А Бог говорит. Я не утверждаю и не благословляю. Писание есть. Так что будет на небе утверждено? Тебе что, непонятно? Будет то, что Бог сказал. Так вот к этому и надо прилепиться. Вот они забросили сеть. Какую? Сеть состоит... Ну, сеть. Поперечина. Две нитки. Одна это пророчество. Их надо принять. И второе чудеса, которые Господь явил. Народ грубый, невежественный. Ян Златовус говорит. Мне чудеса не нужны. Это он говорит. Не нужны. Чудеса умеет делать и сатана. Ну, заметьте. Моисею Бог... Моисею Господи, я и велюсь, а скажут. А кто тебя послал? Бог. А как ему имя? Иегова. Да православный, он же имя не знает. Ни в одной молитве нет иегова. Нормально? Да светится имя твое, а имя и не знают. И имя тысячекратно повторяется. А имя-то и нету нигде. Она там родилась всех-то, свидетель иеговы. Но по-еврейски не иегова, а яхва, ягва. Еще тут два варианта. Ну, мы привыкли уже. В Библии написано восемь раз иегова. Я иегова. Ну и что? А что у тебя в руках? Все просто и понятно. Жезл, ну, как теркал, как называют, овечку заново зацепить, чтобы его поймать-то. Ну что? Брос теперь. Бросил огромный змей. И он побежал от него. Сорокалетний мужчина. Дрогнул. А теперь схвати за хвост. А ужалит. Схвати. Схватил опять жезл в руке. Вот это пора он вам покажет. Бог больше ничего не сказал. Моисеев думал, вот я им сейчас ставлю. Пусть они тогда думают. Бросил. Ах, вы-то уже бросили жезлы, поползли змеи. Бог-то дальше-то не сказал ему, что будет-то? А что дальше будет? Рот раздил от удивления. Вот это-то да. Сатана и Бог на равных вышли. Но Моисеев, змей, сожрал их всех. И те остались, и жезлов нет нигде. Он-то сделал опять жезл, а те с пустыми руками стоят. Вот тут и разница. У нас есть еписка в жезлом, у них нет. Ну ты маленько так глянь, ты увидишь, как это здорово все. И дальше руку положил за пазуху. Ну и что? Да я каждый день кладу ее, когда овечек гоню, холодно. Ну да, ну вот ты теперь с молитвой к Егове. Руку вытащил, вся проказа. Теперь среди людей нельзя в ней явиться. Ну положи обратно ее. И вы знаете, где волхвы споткнулись? На чем? Дальше они уже не могли. Десять казней. Они не могли защитить от десятой казни. Мы должны дальше смотреть, чем мы отличаемся от других. Что нам дано? Запомни, боязливый царствие Божие не наследует. Тут ты можешь причащаться, угождать попам, бояться. Это только до могилы. Он тебя может обрепить бумажками, на лоб наклеить. Все это останется здесь, в гробу. Участь боязливых в озере Огненном. Это смерть вторая. Это написано где? 21-27. Откровение, апокалипсис. Боязливый ни один не войдет. Яриль, пророк, говорит, туда, Господи, веди твоих героев. У Бога ни героев нету. Но я слабенький. В войну были разные люди. Призывали. А много было дверкиров-то? Не так и много. Слабенький, боялся. Ничего, одели, надели, шлем, винтовку дали или не дали. Иди вперед, а сзади заградительный отряд. А назад повернешь, расстреляют свои. Выходили герои. Наступит момент, когда даванут. Вот тогда потещет кое-что. И мы должны увидеть. Вот он говорит, я не нуждаюсь в чудесах. А ты нуждаешься, чтобы такое было? Я иду, у меня соседка. Она запуталась там с чужим мужиком-то. Ну и свой надавил. И она вышла, помоивали в этой. Поезд стоит, она голову раз. Поезд тронулся, голова отдельно. Она здесь, бедро валяется. Я остановился. Первый. Я никогда не видел, какой у человека язык. Вот понимаешь? Не совру. Вот такой вот примерно. И галька налипла на язык. А я знаю, у нас на работу работала Катя. Костенко. Я стою, еще никого нету. Голова у нее. Сейчас бы. Внезапно. Появился тут Пантелеем. И во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И Катина голова перекатилась через дельцу, прислонилась бы. Она тряхнула, гальку отряхнула и пошла. Язык в тебя втянуло. Ты удивился бы? Я стою над ней один. И думаю, нет, не удивился. Почему силен мой Бог все сделать? У меня вера такая. Я ни грамма не удивился бы. Но Пантелеем он не пришел. А дальше все понятно. Мы должны увидеть, что ловля сегодня идет точно так же. Ты можешь создать чудо? А какое чудо? Чудо. Самое большое чудо веры. Чудо. Это Бог дал этот дар. Если его не дал, то у тебя ничего нету. Как ничего не видел, я верю, воскреснет. Прах разложившийся. Ни молекулы нигде нету. В космосе распылили сожженного там живохарлала неру. Соберет Бог все вместе. Гитлера сожгли, там распылили где-то. Бог соберет все вместе. А может это быть? Вера, чудо. Я верю в это чудо. И вот с этим неводом, теперь иди в мир. Иди. А какие чудеса говорили иудеи, не потребуется. Почему он начнет огонь с неба не заводить? Он придет иной. Иной из большой буквы. И он все сделает для того, чтобы подражать Христу во всем. Не в подражании дела, а в жизни и в Духе Святом. Вот. Вчера батюшка позвонил. И я понял, батюшка тонко разрешил голос. Не хотел. Потом хотел. И оба раза не подчинился. И в нужную сторону. А вышел, а вот он митрополит. А митрополит говорит то, что ни один не сказал. И никто бы его не пригласил. И увидел своего митрополита. Батюшка говорил, столько у него радости, света в голосе было. Эх, батюшка, тебя нет рядом. А может быть съездить там, заснять все. Да какое заснять? Тут суета вокруг такая. Понимаешь? Ты вот прочитал и применил так себя. Тогда был Христос. Я говорю у нас в общине. Она не была членом общины. Еврейка. Фаина Соломоновна Королева. И вот она говорит. Вот вы нас обвиняете, что мы не верим, что Христос Бог. Мессианские евреи. Она верит, что Он Мессия. А что Бог нет. А скажите, вот когда пригласил его к себе фарисей. А вы могли бы его пригласить? Пригласил бы, несомненно. И вот у вас сидит за столом Христос обеда. Чем бы его кормили? Еще Надежда Васильевна приготовил. Тем бы и покормил. Там сбегали. Там керечукам огурцов дали. Либо помидоров. Неонила тут мне бы что-то положила. И все. А вы поверили бы, что это Бог сидит за столом? Бог? Нет, не поверил. Это Мессия, посланный Богом. Это я поверил бы. Это равное. Лицо Второй Троицы. Не поверил. А сегодня? Сегодня поверил. Какие свидетельства. Святые отцы. Символ веры. Тогда ничего этого не было. Бог необъятный. Миллиарды космических световых лет его не вмещают. И вдруг у меня за столом. Ну, позвольте. Ну, давайте реально. Это что же вы нас судите тогда? Я говорю, так вы сегодня живете в каком веке? Это уже 20-21 век. Надо реально те события переместить. Называется экстраполяция событий. И посмотреть, а как я буду выглядеть? Вот тогда Слово Божие заговорит с нами. Оно живо. Не умерло. Не постарело. И действенно действует сегодня на душу. Запомни. Боязливый ни один царствия Божия не войдет. У Бога трусливых нет. А теперь посмотри, где ты восстал? Где? Я знал людей, герои веры. Войну прошли. На передовой были. Уверовали. И теперь трепещут от одного слова епископа. А ты выйди ему, скажи. Не ты так кто? Иоанн Златоуст почему не боялся? Иоанн Креститель почему не боялся? Иоанн Златоуст говорит, ты хочешь получить награду Иоанна Крестителя? Выйди, обречи тирана. А тиран-то в лице епископа. Выйди, обречи. Да он не примет. А это уже Бог делает. Откроет сердце или нет? Ты будь верен Ему, Богу. А так, я сына накажу, а он убежит. А вина нестится, отнимут. А вот за это ты ответишь, что так говоришь. Писание говорит, не жалею розги. Все, вопрос снятый. Ты обязан его наказать. Он тебе не нужен, если он будет жаловаться на тебя. Его отнимут. А это другой вопрос. Доверься словам Божьим. Вот это чудо веры. Переплетение тебе сделай. Верь пророчествам и чудесам. И ты увидишь, как вера в тебе засияет и заговорит. Да у тебя не будет разницы. Кто перед тобой? Однажды выступал один человек. Просто боязно назвать его. Его хорошо все знают. Перед ним был сон епископов. Митрополитов. И когда кончил, мертвая тишина стояла. И только один подошел и говорит, вы как не побоялись? При таком сонме святых, помазанных Божьих, и сказать ему, а где они? Да кого-то сидят. А я их не видел. Я смотрел выше голов. Я видел Христа и говорил перед ним. Вот что ты должен сказать. Он отлучит от причастия. И что? Незаконное отлучение падает на отлучающего. Перешагни этот пакт. И потом он сам придет и склонится. Как бы не ты, я бы и так и думал, что я могу что-то делать. Он первый покажет дорогу другим. Да разве такое было? И было неоднократно. И мы это считаем в житиях святых. Совершенно незначительный человек. И сана-то никакого нет, как Максим Исповедник. Один восстал. Восстал над миром. Вот представьте, говорят, Федор Студит. Ему говорят, вот сейчас у нас патриарх Феодот. Ну только причастись один раз. Сейчас не допускает до причастия. Отлучим боюсь. А тогда наоборот. Он не причащался. Ну причастись. И все. Из тюрьмы выйдешь. Иди в свой монастырь. Служи как надо. Он говорит, вы говорите мне то, что давайте один раз отсечем голову у тебя. Теперь делай, что хочешь. Это равнозначно. Никогда не иди на эти компромиссы. Никогда. Иначе Богу ты не нужен будешь. Ты будешь ходить, причащаться. Это ничего не имеет. Никакого значения. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Дух Святой не лжет. Не прячется. Духа Христова не имеет. Нам эту мысль-то не вдолбили под темечки. Помазали там кисточкой. Дух Святой. А святые все говорят. Если веры не было, было кощунство. Недостойно причащался в смерть. Смерть. Бьют. Идят себе осуждение. Это же самое, говорят, относится ко всем таинствам. Ты, не веря, пришел ко крещению. Ты ничего не получил. Ты оскверненный отошел. Я это считал только вчера. Всех святых отцов. Вот и все. А что нужно? Встань во весь рост. Перед Богом склонись до земли. Не случайно звучало в Библии неоднократно, что кланяйся в ней. Мне единому и я другого, кроме меня. Вот перед Богом когда-то тебе не надо ничего думать. Смотри поверх голов. Они епископы, человеки. Господь пришел в Израиль. Израиль сияет, радуется. Близнецонародное восстание. Вот-вот свобода наступит. А Господь говорит, я послан к погибшим овцам Израиля. Ты видел, когда скотину где-то вытаскивают на одно место, называется скотомогильник. И он в народе израильском увидел скотомогильник. Это сегодняшнее православие. Все эти собрания, все эти колохи, рождественские чтения, они не имеют никакой силы, если там нет Христа. Они теперь в глаза друг друга заглядывают. А как? А как? Нынче посвятили специально их 15 выступающих, а одному специально дали против меня отдельно. Все. И теперь, когда сказали, потребнадзор обратится, там Дворкин был, как они загалдели. И говорит, давайте, давайте напишем, вот ты инициировал всю эту травлю-то. Ну, а этот, как его, как Кожевников, или как его, этот, представитель президента был, и поддержал, его сразу убрали. Это Бог делает так. Ему, конечно, печально. Такую должность иметь, такие деньги в кармане, и вдруг его нету. А кто-нибудь ему скажет когда-нибудь, может, ты скажешь, виноват вот в этом? Сейчас-то слезинка детская дошла, когда Саевский говорит, весь мир не стоит одной слезинки детской. Все наши страдания. И когда ты считаешь, ты примени это сегодня, и Слово Божие заговорило, я встану с этой скамейки другой. Они ничего не смогут сделать. Что они ему делают? Ты говорил, говорил, клещами язык вытаскивает, отрубает без языки. Ты подписывал этого звания, подписывал рукой, отрубает руку. Это я говорю, по Максиму Исповеднику. Ему легко было? Ну, прикинь к себе, ты как? А то, говорит, рост там пониже, да духом пожиже. Святой Максим Алибога о нас? А он говорит, становись рядом. Здесь все вспоминается о житии святого Мордария. Его даже и не знают некоторые. Крышу крыл. Протекает. Шипер заменяет, там на железо сегодня привезли ему где-то. И вдруг видит, а в Сенте идет священник. Шесть человек ведут. Воины вокруг. Полиция. Увидели на крышу. Мордария, здорово. Смотри, какую дружину Бог собрал. И куда? На казнь ведут. Он с крыши скатился. Бежит. Так, прими меня, стражник, куда ты лезешь? Я с ними хочу опять движется ближе. Так, бери его. Было семь, будет восемь. Он видит, сапожник сидит. Он говорит, друг, ты же меня знаешь. Скажи жене, я пошел. Такой дружины больше не увидишь. Все священники избранные Божьи. Все. Он ничего больше не сделал. Был казнен и прославлен. Но, применим к себе как? Или просто посидел и пошел? Послушание, послушание Богу. А человеку в пределах необходимости, чтобы прославить Бога. Послушание тогда и жены на месте стоит, и детей, и родителей. Мастер родителей от Бога отводит. Куда идти? Родители еретики. Куда ребенку идти? Ты однажды вот проиграй это все. Да на молитве ночной, дневной закрепися, и ты увидишь, как лесо засияет. Моисей не знал, что лесо сияет. И надо было покрывало ему закрыть, потому что даже не смотреть не могли, как электросварка сияла. Второй случай подобный был с Серафимом Саровским. Из-за чего? Его спрашивали, как вот ты сумел так, Серафимушка, сделать? А мы вот пытаемся, нет. Он говорит, одного качества у вас нету. Только одного. Вы верите в Бога. Вы все оставили. Но вот это не можете сделать. А что решимости? Встань однажды, возвыси над толпою. Встань. Почему сумел это сделать Натсен Семен Яковлевич? А почему ты не смог? Почему другие поэты хвостами виляли? Почему Некрасов печалился за народ? Почему другие рядом не печаловались? Почему он не сумел написать размышления у парадного подъезда, а другие не написали? Он жил этим, он болел этим. Нужно научиться болеть болезнью церковной, о погибших душах. Теперь и считай, куда она войдет, сюда нет. Второй, третий стихи. Он же сказал им в ответ. Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо краснул. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры различают лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Толкование. Обличает искусительный их вопрос, называя их лицемерами. И говорит, как из явлений на небе. Одно служит признаком ненастья, другое – ведра. И никто, видя признак ненастья, не ожидает ведра. И наоборот. Так должно думать и обо мне. Иное время моего настоящего пришествия и иное будущего. Теперь нужны земные знамения. А небесные хранятся к тому времени, когда солнце померкнет, луна помрачится, небо изменится и совершится многое другое. Ну, то есть, всему свое время. Ну, вы маленько участвуйте в этом. Смотрите. Мы говорим о том, что человек исполнен благодать и Духа Святого. Если этого нет, то ничто не поможет. Ни молитвы, ни причастия, ничто. Это все механически можно научиться и делать. Приходить, отстоять, уйти и прочее. Ты об этом только заботься. А как это узнать? Ну, есть признаки, по которым можно узнать. Господь говорит, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Ну, да. А когда идти? Он говорит, сидите, пока не обречетесь силою. Ты можешь говорить слова, никого не тронут. Ты можешь быть проповедником. Проповедник – это не Евангелие. Проповедник может проповедовать идею коммунизма, идею фашизма. Благовестник – это уже благая весть. Но это не миссионер. Он может научиться говорить, читать. Вот, то уста вышел, проповедь, прочитал. Он читает. А внутри может быть мертвее вчерашнего. Любой. А как Дух Святой? Дух Святой открывает. Почему для благовестника обратить душу? Нужно ни один, ни два таланта. Тысячи златоуст, говорит. Да разве есть тысячи талантов? Я тебе передаю точную фразу. Тысячи талантов. Бог внезапно показывает, какое место Писания открыть. О чем сказать. Бог делает. Когда его обратно, ходом уже совершилось обращение души, спрашивает. А как ты знал, что тут сказать? О чем? А разве я говорил? Он даже и не помнит, что это сказал. Бог берет уста и говорит. Ну а как вы могли сказать, что я третий раз женатый? А я разве сказал? Да. Когда беседовали, у меня сидят рядом академики. А этот, который на нас напал, я говорю. Первая жена от Бога, вторая от человека, а третья от дьявола. И он сразу скинулся. Откуда вы знали, что у меня третья жена? Да ничего я не знаю. Такая редкая фраза. Я ее прямо тут в университете сказал, когда дело наше разбирали. И как? А вот сидите. Ну хорошо сидеть. А идите это трудно, конечно. А сидеть мы сидим на одном месте. Еще что? Да коли не обречетесь силою. А какой силою? А дальше написано. Ибо сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Дух Святой. А как определить свидетельство? Свидетельства-то нету. И к этому не призывает священник. Кого ты причащаешь-то? Священник должен о Исподи спрашивать. Идешь ли ты свидетелем по миру? Говоришь ли, Библию тебе на столе и в сердце? Этих вопросов-то нету. Главный вопрос блудил. Блудил, значит, ну нельзя же женщина аборт сделал. Ну 40 поклонов сделал и в среду приди причастись. Все извращено. Книга правил, я видел, сейчас где-то лежит вот здесь вот. Она вся перевернутая. Я спрошу любого профессора, сколько правил действует. Это наша книга-то. Он не знает. Ни Осипов, ни кто. А как он будет знать их? А сколько в действии правил? 719. А всего 989 было. Систиньяновыми декретариями. Я три года потратил на это. А сколько нарушается? 413. 57% правил ежедневно, умышленно, целенаправленно попирается. Целенаправленно. И эти правила возобновляются. Стоглавный собор отвергнут. На каком основании? На нем канонизированные люди, которые были, которые участвовали. Там 15-летний Иван Грозный председателем был. Будущий Грозный. Иван Васильевич и все. Ну и что? Да вот то, что дважды повторяется одно правило 6-го Севернского собора 14-15-го. Это не рукополагать раньше 30 лет священники. Стоглавный собор, который старобрядцы сохранили его. Еще два раза повторили. И тут же сразу рукополагает. 21 года на вакуум, 23 года патриарх Никон. Что, не по мозгам? Такие ревнители, это герои веры были. На разных сторонах баррикады. И оба незаконны. А что незаконны, извергнуты должны быть. Извергнуты написано. Да будет извергнут. Тебе не надо говорить, что извергается изо рта, когда перепьешь. Да будут извергнуты. Зачем согласился Никон раньше 30 лет? Он канонист был прекрасный. Зачем? Ну а вакуум-то зачем? Ты сейчас у старобрядцев иди поищи. До 30 лет сколько на руку положено? 90 с лишним процентов. А у Никоньян, когда вот их многообрядцев, да не меньше, столько же. А почему? А некого. Да потому и некого. Потому что вы малолетками заставили. Правило любое дается, его надо выполнять. Оно без пояснения. А это правило с пояснением. Ибо и Христос вышел не ранее 30 лет. Выходит, выше Христа лезут. Все рукоположены 30 лет выше Христа. Ибо Христос-то написано было 30 лет не вышел-то. У евреев до 30 лет считался отрок. Но этот однажды скажи, возопи. У нас был и романах, вы знаете. Ему никто не подошел ни разу под благословение. Ему было только 27 лет. Ну можно это сделать там. Ну выполни хотя бы что-то. Ты знаешь, он до 30 лет. Зачем ты к нему по благословиции подходил? Ну однажды. Подумай о том, что ты отвечать же будешь. За себя и за того, кто рядом был. Ну почему? Да потому. Если виделся, греша еще не обречил. Он погибнет, а его кровь с себя в защищем языке. Или 3.18. Это что, тоже нам не доходит? Но ты про себя знаешь. Да, я знаю. А почему другому не сказал? Ты видел, что он не прав. Ты подошел и сказал, батюшка, ты незаконный. Ты обязан уйти. Вот тебе канон. У тебя книга правил есть. У старообрядцев до Никоновской издана. У Андрея Долгова было 2. Одну мне он подарил. До Никоновской. И там все это написано. Я говорю, а как? Руками только разводят. Да какие же мы проповедники? Если знаем, что нарушается канон, и молчим. Ты до бископа напиши, патриарху, митрополиту. Да кто поверит? Зачем тебе вопрос это задавать? Кто поверит? Сидите, доколе не обречетесь силой Духа Святого. 1.8. Деяния апостолов. Ну, один раз прочитай. А теперь как узнать? А то нет благовестия. Нет. Я конкретно говорю. У старообрядцев за 300 лет ни одного благовестника не было. А зачем? Как оно лежало до нас тысячи лет, пусть лежит. А у новообрядцев, у них каньян. У них есть. Есть. Отдельно. Это, я вот знаю сколько, на одной руке помещается 5 человек. За эти же годы. Вот как дело-то обстоит. Положение аховое. То есть, только плакать надо учиться. А как вот Дух Святой, Он тебе не даст сидеть. Еремей говорит, Ему говорил, замолчи, чтобы мы не погубили тебя. А Бог говорит, не молчи, чтобы я не поразил тебя. Вот теперь выбирай. Ну, считай первую главу книги Еремия. Он сразу, Господи, я молод. Господь говорит, перестань. Я посылаю тебя. Я посылаю тебя, иди скажи им. Не малодуши, чтобы я не поразил тебя. К нам не относится это. Поразит Бог. Чего ты епископа-то борешься, не причастит? Он с причастием где будет? Так Он не дал причастия. Спасешься без причастия. Бог обречет тебя силой Духа Святого. Меня отлучали, старобрядцев. И так же предлучали. Я знаю это. Не просто. А потом, а потом, там, в архипископии, тогда в Метрополе было, обнял меня там с сахаром. Я говорю, как хорошо, что все это выдержали. Вы знаете, кто на вас это клеветало. Мы поверили. Поверили все. Тогда был архипископ Иосиф. Поверили, что я увел всю старобрядческую молодежь к баптистам. Ну, ну, всю не всю. Ну, одного хотя бы можно показать? Нету. Андрей Долгов встал и говорит, я, говорит, тайно за Игнатьем пошел. Как он о православном баптистам рассказывает? А я его и не видел там. Он пришел посмотреть. И своим стал рассказывать. И вот ты туда же за него, и тебе туда же будет. И надо это пережить было. И тогда Бог обречет силой Духа Святого. Я хотел молчать, Иеремия говорит. Я старался, но внутри меня, в жилах, в костях, был разлитый, как огонь. Я не мог удержаться. Ты испытал это, нет? Когда Бог это сделает, ты тогда поймешь, что значит жить в Духе Святом. Не в своей ярости, в мести, в безумии в этом. И вот мы это все считаем. Господь сказал эти слова. Сидите, только один раз сказано. Десять дней сидеть. Все, монастырь кончился. Вот спрашивают относительно мощей. Вот сегодня это на Иосифа. А что вы скажете, ко мне обращается. В каждом храме должны быть храм строиться на мощах. И спрашивают дальше, имеет ли это отношение к Библии? Не имеет. Но канон есть такой. Седьмой Вселенский Собор, седьмое правило. Так это мощи написано. Несчасть мощей. Мощи. А мощи это каждый труп. Труп. Тело. Мученика, которого убили. Убили. Сейчас всего храма не найдешь такого. Мощи. Мученика. И при том это касается епископа. Чтобы там захоронен был. Если так положено, канон сделайте, привезите, захороните. Ну до конца-то глянь маленько. Ты поймешь, бояться некого. Перед тобой вся эта компания, она развеется одним махом. Когда наступило время перестройки, и был священник такой, он сейчас умер, отец Глеб Якунин. И он был в комиссии по расследованию сотрудничества с мирской властью. Кто сотрудничал с КГБ. Вот все эти фамилии все. Вот это сегодня патриарх Михайлов. Михайлов отправит туда. Они сразу раз по графику. Куда кто ездил? Они их всех вычислили. Все. И опубликовали. Патриарх Алексеев, второй Дроздов. Узнали, почему именно так им дали книжку в КГБ. Все обнаружено. А дальше спрашивают. Скажите, а вот вы все узнали там. Саробряца к нему. А у Саробряцев, наверное, так его не было. Баптист его спрашивает. Я говорю, все считал там. Если не больше. Так, а неужели архиепископ его всегда обличал в этом Павел Морозов, его отец священник, за сотрудничество? И что там было? Вот Невзоров когда говорит, у него дед или отец генерал КГБ был. А мне 7 лет было. И как эти приходили информацию сливали, а им туда шельготы, какая столовая там машина и прочее. Это уже никакой тайны не делает. А для чего об этом говорить, чтобы ты не попал туда? Все умерли. И кто вербовал, и кто пытал, и кто расстреливал. Все на том свете. А вот теперь учат разное. Теперь вот уже говорим о другом. Вот вы прочитали. Ты видишь, как жизни нашей заговорило это Писание. Другой раз дошел только так. Что считаем? О, я это считал, знаю, горе нам. Горе. Когда готовилось уже окружение Иерусалима, вдруг появился человек по имени Иисус. Откуда взялся? И ходил, и кричал по городу, горе всем, горе всем. И в конце, последний день, перед Штуром заговорил. И мне горе. Вот когда у нас появятся такие люди, которые увидят это горе везде, то и покажут путь какой. Путь бесстрашия. Путь любви Божией. Совершенная любовь изгоняет страх. Достигать этого надо. Никого не бойся. Не бойся, Господь говорит, не страшись. Ты считай Писание. Если ты страшишься, Дух Божий не может там быть. Потому что если Дух Божий, ты должен его принизить. Господи, ты меня побуждаешь, а я боюсь. Дух Святой должен понижен планку дать. А он этого не делает. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Вовеки. Теперь считай. Четвертый стих. Иисаки, ободрись. Род лукавый и прелюбодейный. Знамения ищет. И знамений не дастся ему, кроме знамений он и пророка. И оставив их, отошел. Толкование. Он называет их родом лукавым, потому что искушает его. Прелюбодейным, потому что отступает от Бога и прилепляется к дьяволу. Он не дает им знамения с неба, хотя они и просят о том. Но дает только знамения ионы. То есть то, что будучи три дня в очереди великого кита, ада, он воскреснет. А сие знамения ты можешь назвать и небесным, так как при смерти его помрачилось солнце, и вся тварь изменилась. Все толкование. А сколько знамений в Ветхом Завете было? Какое знамение к нам приходит? Я косуюсь одного момента. Однажды Господь духом своим осиял. Он призвал старейшин Моисей. А двое не пришли. Почему они и пришли? То ли не успели там коров подавить, там сепарировали, или что, неизвестно. Но не пришли. Елдат и Мадат. А Иисус, Амин, прибежал к Моисею. И говорит, а они встанет и пришли сюда, на общее собрание, на наше-то. И Дух Святой их взял, они сейчас говорят, они о Боге. Он говорит, ты о ком ревнуешь, обо мне или о Боге? Да если бы все встанет, сейчас заговорили, вот бы было-то. А он как, точно в рамке, только у нас. У нас, а у других там Бога нету. Один Бог над всеми. Один. Есть три ступени молитвы. На первой ступени все помещаются. Все. И раненые, и больные, и заброшенные, и тонущие, и парализованные. Все. Простительная молитва. Дай. Дай. На водной матери умер ребенок. Она не знала, что делать. Житие святые говорит. Она схватила его и побежала. Умер. У нее больше никогда не будет ребенка. Муж погиб. Она не знает. Она просто обезумела. И первую женщину увидела, упала перед ней. Помолись, ребенок умер. Ты к кому обращаешься-то? Я супруга всего мира. Я иду только с ночной работы. Путана. То есть. За деньги. Обслуживать мужской род. Ну, помолись. Да ты умею или нет? Да какая молитва? Я боюсь рот раскрыть. Она забыла. Все. Помолись. Она помолилась. Ребенок встал. Вот какие чудеса Бог делает. И настолько это явно. На первой ступени. Кого Бог услышит, мы не знаем. А на второй. Сумеем ли перебраться? За все благодарите. За все. За этот дождь, который изгнаил ваше сено. Не убрали. Еще ни одного навильника нет. Благодарите. Каждый день все сгнило уже. Уже проехать невозможно. За все благодарите. У Бога плохой погоды не бывает. Смотрите, дождь идет, а дым стоит. Это рядом горит. А Господь все из едвейки льет и льет, пока пожары не прекратятся. Он избрал вас. Вас пожар не коснулся. А что сгнила солома и сгорит дом? Это большая разница. Это у Бога. Благодарил? А сколько раз благодарить? Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Суды Божьи. Суды. Не за то, что он дал, у меня выросло все. Не за то, что дети как телята прыгают, никто не болеет. А за то, что суды его, что Майдан на Украине, что столько погибло, что в Чечне столько их погибло. Что Афганистан развязали? Да Господи помилуй, да развязай, это можно благодарить. Написано, за все благодарите. Ты мог не пойти туда. Не пойти? Так они бы меня посадили. Но свидетели Егорова всех садили. Они все дома вышли. Три года больше не давали. А коллег вернулось больше 50 тысяч. За 9 лет Афганской войны. 14 тысяч 700 человек жизнь отдали. За что никто не знает. Где он Афганистан-то? За Россию? Нет, конечно. Это нам никогда мусульмане не простят. Туда никогда царь не заходил даже, ни один. Сунулись, а кто по саду гуляли? Устинов, министр. Он гражданский человек-то. Ну и Брежнев. Ну что делать будет? Амина-то поставили. А Амин к Америке тянется. Ну и что надо Бобрака поставить? Так его охраняют. А мы команду пошлем, спецкоманду. И теперь пишет, кто в спецкоманде был. Вчера его поставили, поставили им охрану. И не предупредили своих кагбешников, своих постреляли. Вот что. Древо в Кабуле. Все уже опечатано теперь. И как они подняли, как взорвали, как что делали. Амина вместе расстреляли. Отравили не полностью до этого. Он не умер. И убили все равно. Бобрака. А Бобрак полностью за Советский Союз. Помогло, не помогло. Бобрака зажали, на ворот их повесили душманы. А нам это надо? Уперся, я не пойду. А зачем мне в Афганистан уйти? У меня друг был близкий, Александр Иванович Устинов. И он еще и наказывал, говорит. Никогда только не ходите воевать в Израиль. Я не знаю, слышал, нет, Володя, такое. Он говорил, почему? От Гога и Магога. Оттуда уже никто не выйдет. Он прозрительный был. Он обречен был этой благодатью прозрения. Я это сказал однажды на военной кафедре в АГТУ. Да неужели это может быть? Я им картины нарисовал. А у них как раз там кадром, прям под окнами университета. Один говорит, я недавно в Израиле был. Обстановка на это показывает. И остальные замолкли офицеры. Среди офицеров я занятия вел. Вот как. Мы прочитали вот это. И увидели. Богу нужно сердце. Всем умом. Для страха у меня нет ничего. Я не боюсь. Он меня избавит. Всем сердце. На какое сердце? Расширь его. Написано. Расширьтесь в равной возмездии. Говорю вам. Вместите нас. Вмести апостолов. Герои веры, что сказали. Вмести в себя. И вот этого страха вместо не будет уже. А что я буду бояться-то? Никак. А если я увижу тебя, ты там есть заходил? Ну заходил. Заходил. Да, молился. Порок Илья молился с сваловыми, жрецами рядом. Или что? Отрубил им голову. 850 голов отлетело. Он никого не боялся. Вот поэтому мы избрали 2 августа, день порока Ильи. Днем лагеря. Я и хотел закрытие лагеря сделать на это. Ну, получилось пораньше. Но закрепить надо будет. Собраться. Протокол настоящий был. Подтвержденный еще. И батюшка расписался на нем. Вот так. Мы должны все перенести на сегодняшний день. И тогда переполнены благодатью Духа Святого. Что бы ни сказали, ты знаешь. Бог говорит так. А что на это Бог говорит? Бог говорит так. А нам надо знать погоду. Ведра. Да и не видно даже какая луна. Не видно солнца. Дождь идет и идет. Все запечатало. Мы не можем даже поэтому сказать. Ну, ты можешь в интернет посмотреть. Ведра будет или дождь. На небо-то игрить сегодня не надо. В интернете сказано. Синоптики постарались. И теперь переменено это. Да, грядут времена суровые. Большие опасения были за этот год. Очень большие после того, как отбомбились в Сирии. Но уже август на носу. Можно сказать, эти уже опаздывают. Кто думал переворот сделать на юге. Что-то еще готовится. А мы должны Бога благодарить и молиться. Молитесь за царей, за начальствующих. Я послушал выступление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он христианин? Он тайно обратился? Он прямо говорит доклад перед своей думой о Христе. Мусульманин. И тут же сразу появилось. Собрались там имамы, шейхи. Где из Чечни, Дагестани приговорили его к смертной казни. При первой возможности Амана Тулеева убить. Потому что в Коране сказано, кто изменит мусульманской вере, должен быть убит. А он губернатор. Один из старейших губернаторов. Такой личности, как Христос, никогда не было. Это не он сказал, только он стоит на кафедре там и говорит. Это не подделка. Но тайный христианин. Он открыто не сказал, что я мусульманство оставил. Он просто возвысил Христа над всем миром. И показал, кто он. И как нам надо жить по заповедям его. Мне наткнули на него. Я посмотрел, думаю, подделка. Посмотрел ролик, нет. Реально. А смотри, Эрдоген, как мы за него молимся в Сирии. Так как они сбили-то самолет, там Пашкова убили, Олега расторились. А сейчас уже с Путиным поручки попросил прощения. До этого не хотел простить. И уже опять налаживают отношения. А они там меняют. И вдруг политолог Устинов Илюша будет что-то знать. Политолога кончил. Когда самые лучшие политики не знают, какие повороты делаются в политике. Ты ничего не знаешь? Да и не надо знать. Ты скажи, время для меня благоприятное, ныне день спасения. У нас тут так хорошо. Ничего не желай больше. Сконцентрируй все внимание на то, чтобы душу возвысить для Бога. Чтобы свет, ты город на вершине горы, он засиял для всех. Не надо смотреть. А я вчера был там пьяный, и позавчера больше этого не будет. Бог дал мне страх. А может ли этот стать? Не знаю, но я говорю, вот, просят прокомментировать ответ Осипова. Я не берусь, только вернувшись туда. Это передач 5 надо сделать. По пунктам все разобрать. Он говорит многое правильно, но многое не договаривает, и многое неправильно понимает. И вы в этом уверены? Есть учения церкви, места писания, которые он не трогает. Или он надеется, что никто не знает, или я не знаю его. Я с ним по телефону говорил, но... Бритый в галстуке, под 80 лет. Но он может масон последних степеней посвящения. Зачем ему галсту? Пусть ответит. Зачем бреется в таком возрасте? Когда вообще бритого нельзя в руки брать. Вот и все. Вот теперь и считай. Чтобы огонь разливался внутри тебя. Вот я когда обратился, первый день, хочу сказать. Вот эти слова, которые я стал читать, я много читал, очень-очень много. Но у меня эти слова не соединялись ни с чем, что я до этого читал. Мне казалось, я не слышал, будто бы это как органная музыка, слова вот так вот идут. Я не буквы читаю, а слова с неба, как дождь благодатный. Вот как у меня было. Я читаю, и мне не надо говорить, вот этому верь, а вот это тут подумай, а вот это не верь. Оно все в меня вкладывается, у меня душа открыта, и туда слова все вот так вот заходят, и все. И для этого потребовалось, а сколько времени, не могу сказать, но не больше полчаса. И сразу Бог призвал на молитву. С молитвы встал, я смотрю, тот, кто остановился, и кто встал, это два разных, абсолютно разных, совершенно не похожих человека, о себе говорю. Что я любил, что у меня было во главе, встало на левую сторону. А что я знать не знал, вдруг с правой стороны стали эвересты расти. 53 года прошло, как один день. Молиться надо об этом, чтобы Дух Святой коснулся души. И спорить нам не о чем. Какие-то детали, может быть, это нас разделяет. Господь говорит, надо жить, быть разномысливым. Дабы искусно были выявлены. И апостолы не все одинаково понимали. Мы видим, как Павел противостал Петру, Варнаве, говорит, лицемеры. Лицемеры с прочими. Все подиахнули так. Да ты-то откуда взялся? Ты людей казнил христиан, а Петр уже со Христом ходил. А это мало значит. Он лицемерием занялся. Не ел, а теперь ел. Как ходил в храм, а придется, я не пойду. Ну и, ну так, тоже были там эти. И он поставил все на место. А Ян Златоус это так обыгрывает. Это вообще было искусно. Нам, говорит, выгодно не будет, если мы завалим два вала, в плуг запряженный Петр и Павел, и мы одного завалим, что он не прав, а второй не потянет. Нужно оправдать и второго. Как? А они вышли потихоньку. И между собой как бы разговаривают, знаешь. Я не знаю, что с иудеями эти староверы настоящие. С этими нельзя знать, с этими есть нельзя. В помешке там это все, это как у киржаков-то. Мы что знаем-то? Так давай так, ты при всех обречи меня. Они мне верят, а я промолчу. И тогда они поймут, если я промолчал, голову наклонил, а ему жневаться некуда. Ян, зато вот так толкует. И оба вала оказались в упряжке. Вот как надо понимать. А не так, что Петр кувыркнулся, а Павел победителем вышел. Победителем должен быть Господь. Вот неоднократно говорят, вас не будет. Все рассыпется. Сегодня на меня вышел один Петеримов Владимир. Может кто его слышал такой. Было такое, писал что-то там, грозился написать книгу, как он был в лагере, как его вырвало после причастия. Откуда, чего. А сегодня все правильно. Хорошие слова написал, все правильно. Но не будет вас, и все рассыпется. Сегодня ночью написал. Я на это могу сказать. Не будет нас, еще лучше будет. Потому что мы, может быть, засохли, на одном месте стоим. А вы молодые, вам больше Бог откроет. Будьте только мужественны, никого не бойтесь. Не бойтесь. Нельзя сказать, промолчи. Но не лги. Ну, понимаете, Господь прямо кричит сделал. Кто пойдет? Кто выйдет? Народ-то погибший-то. И только один. Я пойду. У тебя рот нечистый еще. Писание говорит, уста. Вы знаете, кто это выскочил? Рок Исаия. И Серафим, там Херой, взял клещи и провел по устам. И толкует. Это ложечка, это клещи. А это причастие. Это причащается тысячи, ни один не вышел. Что за толкование? Это благодать Духа Святого освящает человека от всякой скверны. И вот теперь ты можешь идти. И мы видим, он относится к великим пророкам. А другие малые пророки. Не по написанному, а по силе написанного. Пророк Исаия. Меня пошли. Меня. Господи, ты не ошибешься. Избери меня. Вот я теперь не начальник лагеря. Уже все. А вы все, молодежь, поднимите руку. Господи, сделай знак начальникам. Вот помоги нам дома приобрести. Мы скорее должны отремонтировать, все подготовить. Мы от надзора сокроемся. Кверх ногами не будем лежать. А то, говорит, как у Пушкина написано, апопея, работники его балде. Прячется поп, за попадью корящится. Давай. Пятый и шестой стихи. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской толкования. Как закваска бывает кисла и старан, так и учение фарисейское и саддукейское, проникнутое как бы кислотою и вводившее древнее предание старцев, заражало души слушавших. И как квас состоит из смешения воды и муки, так и учение фарисейское состояло из слова и жизни растленной. Ну, главная закваска – это лицемерие. Этот грех самый распространенный сегодня – лицемерие друг перед другом. Все лицемеры. И Господь обличил через Павла, лицемерил и Петр, и Варнава, и все прочие. Лицемерие, то есть перед начальством. А ты одинаково должен быть говорить. Должен. Как-то написали статью, сибирская газета, журналист тут приезжал. Вот для Слова Божия нет, у меня книга, и там это написано. За столом не склоняться. А Игнатий говорит, разницы нет, какой профессор, академик, ложкой по лбу. Сядь прямо. Чего ты в чашку как животное склонился-то? Разницы никакой нет. И он это подметил. Я по столу сначала стукнул, а потом по лбу ему. Сядь прямо. А он профессор, заслуженный. Ну и что? Я могу только сказать то, что написано. Всякое животное наклоняется к пище. Человек ее подносит. Все, хочешь быть животным, наклоняйся. За грань стола не заваливайся. Ты увидишь. Не облокачивайся. Почему? Стыдись, облокачивай ее на стол. Значит, бесстыдство. Ты один раз прочитал, Серахова говорит. Все, больше мои локти на столе не будут никогда. Очевидно, во время обеда. Ну, это мелочь. Не позволь. Только ли мелочь. Ну, одна буква что значит? До этого был Авраам, а теперь будешь Авраам. Да что ты путаешь-то? Какая разница? Как был, так и есть. Халдей и халдей. Что ты еврея не знаешь? Да можно 10 букв подставить-то. Авраам означает странник, путешественник. А Авраам отец множества. Вот какой смысл-то? Ну, сказать ВОЗ. ВОЗ. А ВОЗ, говорит, и ныне там. А есть ВООЗ. А ВООЗ это отец кого там Давида. И считаем, откуда там прадед. Посмотреть надо. Колено какое. Одна буква. И у нас тоже такое есть. Вот. Слово Божие. Какое оно интересное, говорит. Я нам удал Евангелие читать здесь. Он говорит, такую книжку не читал никогда. До того непонятная. До того скучная. Только открой и сразу засыпаю. А таких книг я перечитал, говорит, много. Во-первых, это не книжка. А книга жизни. И дальше начали говорить. Так это все отсюда? Да. Вот мы идем с работы. Здоровый, крепкий мужичина. Я даже не знаю. Как Глушков может быть. Вот такой. И я говорю ему. Володя. Вот. Он говорит. Я уверен. Говорите мне. Ну не могу никак сдвинуться с места. Я говорю. Вот вышел все эти, все эти. Четыре категории земли. Вот давай. Ты определи себя сам. Определи. Вот первое. Налетели. Птицы поклевали. То есть демоны своровали. И ничего не переросло. Около дороги. Ну. Асфальт. Да нет. Я там. Я верил. Вы говорите. Второе. Вот прямо. Бросил. Проросло. Ну быстро. Уверивал. А припекло его. А корня-то нет. Не укоренился. И спекся. Нету. Да нет. Меня никто тут и не гнал. Так и так нету. Ну третье сорняками. Это кино тебе там. Жена. Стали ультиматумы ставить. Ты вот не купишь мне эту листру-то за 50 тысяч. Сейчас с тобой в храм не пойду. Откуда вы знаете? Да я к примеру сказал. Ничего я не знаю. Она как-то ему это как раз ультиматуму поставила. Вот дух божий как подсказывает мне. Да нет. Я на это не пошел. Ну а третье четвертое я говорю. Приносить плод 30-60. Да какой от меня плод? Давай по новой. Четыре перебрали. Он никакой нет. Четвертый он точно. Это не ягод. И первый не я. Осталось две. Ну один раз разберись. Вот это притча. Ну. Ну а как вы думаете? Я думаю все-таки сорняк задушил у тебя. К ребятишкам ты привязан. У меня цель воспитать детей. Я для детей живу. Самая ненадежная программа. Жить для детей. Самое разочарующее. Жить для детей. Они тебе такое выкинут. И ты ничего не сделаешь. Они будут один за другим уходить в мир. Пьяно где-то погибать. А ты ради них. Да я для них все отдал. Все отдал. А в душу не впустил. Сердце не открыл. Все отдал. А все не надо было отдавать. Надо было чтобы они тебя посчитали как отца. Рано помогали тебе. Вместе молились. Вставали на молитву. Ты этому приучил. Так он маленький. А златоуз говорит. Если не сегодня, то когда? Встал ночью. Подними ребенка. Подними на краткую молитву. Это навык. Ну кто поднимал на молитву? Да как ребенок лег спать, а сам сон у него такой. Ну ты понимаешь, родительская любовь-то, она больше похожа на животное. А перешагни через это. Закон в Израиле был. Сын вырос в пьянице. Ну знали, что наркомане? Да, из ногу всего утащил. А что я сделаю? Говорит, если сын мот, мот, промат, айти пьяница, родители обязаны пойти к старейшинам, ну кто сегодня там, председатель, городская дума, и сказать, его выведут за город, ваши руки первые на нем, и побьют его камнями. Ну, а были? Зачем этот закон был-то принятый Богом? Зачем? И они знали, что дети приговоренные. Так ему лучше умереть, чем продолжать разнощать других. Я тебе считаю правила, которые в Святой Библии. И при том, это не один случай такой был. У меня на работе, они, был, говорят, хоть бы кто-то помолился, чтобы сына у меня убили. А один-то расшибся, пьяный, за бутылкой пошел по крану, по стреле. А другой каждый день отца душит и бьет. Я, говорит, не знаю, куда деваться от него. Вот дай Бог дитя и дай Бог ума. А ты это все считаешь и применяй. А я боялся, жалел его посадить там за трактор. Ты с детства приучай его. В 14 лет в Америке уже самолеты водят. Самолеты. Репетишки. А у нас до 14 лет он еще и машину не научился водить. Ты не бойся. Ты его не сохранишь. Учи его четко, строго исполнять. И он у тебя помощник будет, растет. Ну почему где-то находят государство, там Бангладеш, никто никуда не уезжает. Никуда. Ну, там есть такие, которые окруженные водой. У них положено, допустим, столько-то 25 тысяч. Ни одного лишнего. Родился один. Они уже знают, его метят. Вот он сейчас 18 лет будет, он обязан покинуть остров. А когда вернется? А когда сразу умрут два человека. Тогда место освободится, вернется. Не больше ни на один человек не прибавляется. Но у нас-то не так. Ты потеряйку туда можешь сейчас гнать, до самого кладбища. Туда до Лагов. И туда, где пастухи корченские строятся. Ну, никого нету. Вот так. Час пять минут. Поехали. Час уже прошло. Может быть, вопросы-ответы после часа. У нас так, час занятия, а потом вопросы-ответы. Четыре минуты. Батюшка приедет сегодня, наверное, с Королеву. Говорят, будто бы там едет Кирья Лустинов. Я правильно понял, нет? Не знаю, я не слышу. Ну, батюшку по телефону сказал. Ну, значит, тогда их привезет. А кто такой Королев? Вот этот Егор, его отец. Из Канады. Они поездом будут ехать? Поездом будут ехать или нет? На машине, я думаю. Чего же Кирилл поездом поедет? Ну, я звонила батюшке в 11 часов, спрашивала, как он. Говорит, я еду поездом. У него билет взят. Батюшке билет взять на поезд. Ну, тогда не знаю. Значит, поездом. Если поезд вылезет. Сейчас-то бывает так. И сел человек на транспорт на какой-то, опоздал или что-то. И случилась катастрофа. Как кто удержал меня? Вот и все. Поэтому надо все-все принимать с благодарением. Вот у нас напали. Благодарение Богу. Сейчас столько за нас выступают. Ой-ой-ой, людей. Да этих... Роснадзор. Давно пора поднимать. Восстание на них. Перебить их всех. Сто десять тысяч. Не перебьешь. Они нужны. Они для дела. Но не для того, которое они делают. Они и заняться не знают. А как? Отмазаться можно везде. Продают дневой продукт. Где-то. Взятку дал. Все. Отлипли. Вот эти-то, которые потопили 14 ребятишек-то. Там сейчас, говорят, что-то за взятками крутят. Разгильдяйство. Считаешь его? Да, все уже. Час уже прошел. Прошел час. Давно охота. Просто уже, наверное, не воспринимается информация. Не вмещается. Вопросы какие-то. Знаете, простой вопрос поднятый. Как будто бы. Вот исполнение Духом Святым. Здесь нужен контроль над всем. И главное, конечно, главное. Господь говорит, ты будешь и мне свидетелями. Показал только один предмет, который явно говорит о призвании. Ты не можешь молчать, когда видишь, как другие погибают. Да я им говорил. Говорил вчера, на сегодня. Не 12 тысяч часов во дне. Понимаешь, как? Все это по-другому делается. Так они нас будут волками называть. Тем более. Нужно оправдать это доверие. Да, мои бараны. Да. Дивен Бог. Ну что, Виктор, давай тогда. У меня 19-го умер отец. Пошел помолиться. В рабе Божьем Николаеву по покоении. Он был в мой кресле. До последнего крестился, он уже говорил очень слабо. В кресле лежать уже не мог. У него рак метастазы пошли. Лежать он уже, он задыхался. И уволят. На руках уволят, можно сказать. Пол первого дня, 19-го. 19-го хоронили. 21-го хоронили. Это я как-то уволил богу своей сестры. А там Кирилл маленький был. Я говорю, и все мы умрем? А он стоит и говорит, ты умрешь? Я? Никогда. И тут же с печки что ли брякнулся. Сразу заревел. А говорил, никогда. Прямо тут же. Прямо тут же. Прямо тут же. Прямо тут же. Господи, мы благодарим Тебя за это тихое мирное время. За этот чудный воскресный день. За Слово Твое, Святое и Вечное. За наставление и обличение. За все Тебя благодарим, Господи. И за радости, за скорби, печали. Слава Тебе. Благослови, Господи, путешествующих, братьев наших. Протерея Акима, сохрани. И добрый ангел-хранитель сопутствует ему. Владимира сохрани. И с ним детей. На наших детей пролей милость Твою, Господи. Дарим страха Твоего веры и послушания. И нас помилуй, милости Твоей ради. И упокой в небесных Твоих обителях. Но пристанно раба Николая. В месте светлого, вместе злачного. Где нет болезни, печали, невоздыхания. Но пребывает жизнь бесконечная. Твоя твое наjackа. Твоя твое нанос. Твою твое наточку. Твою твое наточку. Продолжение следует...